Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы рассмотрим темам методы и приемы финансового анализа. Цель нашей лекции дать представление о приемах и методах, применяемых в современном анализе. И мы должны рассмотреть три вопроса. Понятие метода финансового анализа, характерные особенности этих методов и способы и приемы, которые применяются для проведения финансового анализа. Фактически для финансового анализа используется целая система, и эта система предполагает различные методы, способы, приемы, которые помогают сделать более качественный финансовый анализ. В теории финансового менеджмента в зависимости от используемых методов различают следующие основные системы финансового анализа. Это горизонтальный анализ, вертикальный анализ, сравнительный анализ и анализ коэффициентов. То есть это четыре основных анализа, которые имеют уже своеобразную систему и которые используются на казахстанском рынке. Горизонтальный или трендовый, его так называют, финансовый анализ, базируется на изучении динамики отдельно финансовых показателей. То есть сравниваются результаты по горизонтали. Исследование это может быть динамики показателей отчетного периода в сопоставлении с показателями предшествующего периода. Второе это исследование динамики показателей отчетного периода с показателями аналогичного периода прошлого года. И третье это исследование динамики показателей за ряд предшествующих периодов. Также горизонтальный анализ может делаться в течение года помесячно, то есть по истечении полугодия, по истечении квартала и также по истечении 12 месяцев. Структурный анализ активов, и мы говорим, что относится к вертикальному финансовому анализу. И он в основном базируется на разложении отдельных показателей финансовой отчетности предприятия и рассматривается в вертикальном разрезе. Структурный анализ это может быть активов, это может быть структурный анализ капитала, это может быть структурный анализ денежных потоков. Сравнительный финансовый анализ базируется на составлении значения отдельных групп аналогичных показателей между собой. Виды сравнительного анализа мы видим в четырех направлениях. Это анализ финансовых показателей, это анализ конкурентов может быть произведен, это может быть анализ отдельных структурных единиц и подразделения данного предприятия или это может быть анализ каких-то финансовых отдельных показателей. Анализ финансовых показателей через коэффициенты базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности предприятия между собой, то есть между отделами, между какими-то показателями. В финансовом менеджменте наиболее распространенные методы получили следующие группы коэффициентов. Коэффициент оценки имущественного положения, коэффициент оценки платежеспособности или ликвидности предприятия, коэффициент оценки финансовой устойчивости предприятия, коэффициент оценки деловой активности персонала, коэффициент оценки рентабельности предприятия и коэффициент оценки положения на рынке ценных бумаг. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok